приветствую вас дорогие друзья на канале и сегодня мы поговорим как и обещал о видеонаблюдении об интернете и все что с этим связано проект хочу свой дом я начинаю поехали итак дорогие друзья сегодня речь пойдет о таких вещах как интернет для частного дома и видеонаблюдения для частного дома видеонаблюдения на этапе строительства и в качестве мер безопасности в процессе соответственно проживания в этом самом построенном доме как вы могли понять мы строимся на крымской земле на своем собственном загородном участке строим небольшой дом и перед тем как этим заниматься естественно продумывалась концепция как все-таки продумать чтобы был интернет все что с этим связано соответственно вай фай сеть и непосредственно видеонаблюдение видеонаблюдение нам нужно было в нескольких целях первая одна из единственных таких главных основополагающих целей для видеонаблюдения это не первый в первую очередь контроль строительства контроль и безопасность строительства в большей степени то чтобы контролировать строителей а в большей степени чтобы контролировать материалы Стройматериалы, которые будут завозиться на площадку и, как говорится, там хранится Так как на данном этапе ограждения у участка нет, видеонаблюдение будет являться тем самым, как говорится, ограждением Если что-то, не дай бог, случится, у нас будет видеоподтверждение, видеодоказательство И будет возможность непосредственно искать тех лиц, которые, если что, посигнут на нашу частную собственность В том числе на наши стройматериалы Вкратце, как и все остальные эпизоды проекта «Хочу свой дом» Я буду рассказывать о моем сетапе, конкретно по видеонаблюдению, конкретно по интернету Я вам расскажу, сколько стоит сейчас подключение конкретно в Большой Феодосии для частного сектора Сколько компании подключают Сколько это стоит по стоимости Как вообще происходит процесс подачи заявки и непосредственно подключения Ну и расскажу про наш сетап видеонаблюдения Пока он, скажем так, начальный, состоит из нескольких камер И в будущем, конечно, должен пополняться и будет пополняться Итак, начнем мы с интернета Для того, чтобы у нас полноценно функционировало видеонаблюдение с любой точки мира и страны, в частности Нам нужен интернет Как обстоят дела по поводу интернета для частного сектора в Феодосии? В Феодосии, в пригороде Феодосия Мне кажется, в целом, наверное, на всей территории Крыма А обстоят они, собственно говоря, не очень Почему? Ну, потому что провайдеры еще немножко, скажем так, приходят в то осознание, что они действуют на территории Российской Федерации Есть какие-то, наверное, ограничительные меры, какие-то санкционные меры Но, в общем и целом, качество интернета оставляет желать лучшего Интернет проводной, то есть это оптоволокно И непосредственно существует несколько провайдеров Конкретно в Феодосии я нашел три или четыре таких крупных компаний, которые поставляют эту услугу Я не буду называть имена и названия компаний, дабы просто не создавать им рекламу По стоимости Не все провайдеры согласны подключить интернет И готовы подключить по техническим возможностям интернет На тех землях, где находится у нас участок На тех землях, где находится у нас участок, непосредственно работают два провайдера Причем один из провайдеров позиционирует себя как достаточно успешный и современный А другой, местечковый провайдер, который работает по факту Ну, как говорится, как начиналось всегда, допустим, в конце 90-х Когда действительно провайдер образовывался от районных каких-то сервисных центров И от районных каких-то моментов, когда просто все подключалось по локальной сети И потом это в будущем превращалось в какую-то компанию Которую заключал договор на магистральную поставку интернета И уже непосредственно распространял ее у себя в рамках границах своего обслуживания То есть вторая компания, она как раз-таки именно местечковая То есть она работает конкретно по тому региону, по тому району, где находится участок И в принципе, в общем и целом получилось так, что мы подключились именно к ним Почему к ним? Потому что компания, которая позиционирует себя как крутой интернет-провайдер На самом деле, очень плохие отзывы у меня об этой компании Не знаю, наверное, стоит сказать, эта компания 21 век Действует на территории, по-моему, всего Крыма Мне не понравилось ни общение, мне не понравилось цифры, которые мне озвучивали Мне не понравилось немножко вот это вот виляние жопой по поводу подключения Почему я называю такие вещи своими именами Собственно, на сайте до определенного числа была акция В рамках акции подключение стоило 2500 рублей Точнее, 2020 рублей, если до ближайшей бухты их, соответственно, оптоволокна Будет не более 250 метров для частного сектора Так как мы видели бухту с надписью 21 век с наклеечкой И считали, действительно, там не больше было 150-180 метров Ну, мне сказали, что у меня будут считать, наш участок будут считать по общему прайсу И стоимость подключения составляла порядка 8300 рублей Это на сентябрь-октябрь 2020 года Да, я знаю, что подключение к частному дому стоит определенных денег Потому что те ставят оптическую розетку Вот это вот все, тянут кабель, трассу Все это дело замонтируется Вы сейчас, наверное, видите все это на экране Действительно, то есть это, ну, на самом деле Подключение заняло порядка полутора часов максимум И я думаю, что любая компания бы с этим справилась Компания-конкурент, к которой мы подключились Подключение стоит 5000 рублей Но взяли дополнительно 1000 рублей за кабель, за обжимы, за настройку То есть, ну, подключение именно непосредственно Я даже не знаю, что сходит в 5000 рублей В общем, в итоге взяли 6000 рублей Дорого ли это или дешево? Ну, наверное, для частного дома на 2020 год на территории Крыма Это, скорее всего, не особо и дорого Интернет нужен Интернет в месяц стоит от 500 рублей Скорость до 50 мегабит IP-адрес почему-то белый Для меня это было очень удивительно То есть, я без каких-то дополнительных оплат ежемесячных Получил IP-адрес То есть, белый хороший IP-адрес И с этим никаких проблем нет 500 рублей до 50 мегабит В принципе, наверное, более-менее нормально Что по поводу скорости интернета Точнее, качества интернета Интернет, конечно же, так как это полуостров в санкциях сейчас находится Есть моменты по просто обвалу сети То есть, это не региональный То есть, районный провайдер виноват Это уже, наверное, магистральная какая-то сеть И те технические неполадки, которые происходят именно там Она сказывается непосредственно на конечном потребителе То есть, на нас Естественно, интернет бывает просто выключается Может не работать от нескольких минут до нескольких часов Но вроде как пока пуп-пуп Есть вот понятие Если мы привыкли, допустим, в больших городах, мегаполисах Ну и в средних городах Если интернет, допустим Ну, скорость интернета есть, да Она может колебаться от Так как это густонаселенный район Стены, здания, большие, каменные И только от Wi-Fi сигнала Непосредственно у тебя скорость там Допустим, если у тебя тариф 50, да У тебя скорость там от 25 до Соответственно, 45, там до 50 Если по проводу Все в зависимости от частоты диапазона Wi-Fi сети Которую ты настроишь в свой роутер Но здесь он просто работает, работает, работает Потом бац, не работает Потом опять работает Потом бац, не работает И достаточно вот такие большие вот эти Рваные линии, как бы Они присутствуют Но живем как живем Пользуемся интернетом, который есть И ничего с этим, как говорится, ну не поделаешь Итак, переходим непосредственно к видеонаблюдению Видеонаблюдение рассматривалось Но нами, опять же повторюсь В качестве основной главной цели Первостепенной цели Это контроль за строительством дома Контроль за стройматериалами И в принципе, конечно же Хотелось оставить Для себя, для будущих поколений своих Память о том, что Конечно, видеоархив Потому что это все пишется непосредственно на Жесткий диск И не только на жесткий диск Но и дублируется Пишется в облако Оно, ну как говорится Когда оно есть, это хорошо То есть оно останется у тебя Постройка дома То есть каждый этап будет заснят И в принципе, наверное Вы бы были бы не против Если бы это было бы И у вас тоже Поэтому, конечно же Это очень хорошо Далее, по поводу безопасности Безопасность, да Она, ну на самом деле работает Уже камеры выручали не раз И я думаю, что будут выручать В том понимании, что Ты оперативно реагируешь Где бы ты ни находился Тебе не обязательно находиться В каждый день на стройплощадке Где бы ты ни находился Если есть интернет Ты можешь выйти в приложение Либо через компьютер И подсмотреть непосредственно Ну, посмотреть, что происходит Может быть, дать какие-то Задать какие-то вопросы Кто руководит стройкой Или получить В общем, проанализировать ситуацию Ну и, конечно же, это контроль Непосредственно безопасности Стройматериалов Которых я говорил ранее То есть, поставив себе такую задачу Подбирался непосредственно Комплект видеонаблюдения Опять же, всем всегда хочется Задешево получить максимальное качество Я не исключение Поэтому еще на материке В Санкт-Петербурге Я подбирал Мы подбирали как бы Непосредственно тот сетап Который бы устраивал нас Однозначно это IP То есть, это не аналоговое Не гибридное Это IP видеонаблюдение Которое будет работать С любой точки То есть, оно стоит стационарно Но мы сможем управлять Подключаться Просматривать В общем, полностью контролировать Это все на дистанте Даже находясь в другом регионе Повторюсь Были выбраны Две камеры Почему две? Одна статичная То есть, одна с очень широким углом обзора Вот это вот эта камера Сразу я обращу ваше внимание Что камеры у нас каркам Почему каркам? Потому что самое главное Это официальная гарантия Наличие большого количества Сервисных центров На территории России И в ближайшем нашем Краснодарском крае Я думаю, что скоро По-моему, даже на Республику Крым Как бы они придут Если уже не пришли По ссылкам в описании Кстати, ссылочки На все оборудование Которое у нас сейчас Будет рассматриваться Будут ссылки в описании Потому что если вам Так же, как и мне Подойдет этот комплект То вы сможете без проблем Актуальную информацию Получить в описании Под этим видео Первая камера у нас Статичная Скажем так Цилиндрическая Каркам Кам 2895VP Что представляет собой Эта камера Камера Широкоугольная Настраиваемая Изумирование Настраивается Настраивается это все Механическим путем С помощью Шестигранника Питания То есть Эта камера До 40 метров У нее 40 метров По-моему Инфракрасная подсветка В принципе Очень неплохо Отрабатывает В ночное время суток В темное время суток Имеет широкий угол обзора Стоит всего лишь 3990 рублей Да, вы скажете Что, наверное На Алиэкспрессе Или еще где-то Вы найдете Дешевле Может быть Лучше по характеристикам Но на деле Получается Что на самом деле Нет Вы не получите Никакой гарантии Вы, соответственно Получите характеристики Которые прописаны В карточке товара Но не являются Дефакто такими Когда вы Непосредственно Уже Когда камера приезжает Ну и В общем-то То на то и выходит Как бы Если Более-менее Качество Примерно такое же Рассматривать в Китае Почему Сейчас В Республике Крым Без обходных путей Просто посылку не отправить Поэтому Я Мы решали этот вопрос Еще на материке В Санкт-Петербурге Двухмегапиксельная Широкоугольная Настраиваемая Хорошая подсветка Имеет Пое питание В принципе Что еще нужно И официальную гарантию Вот такая вот камера С такими вот результатами С такой картинкой Дальше Так как Камера должно быть На участке От 4 до 6 В будущем Сейчас стоял момент Перед строительством О том что Место Трех камер Должна стоять Купольная Поворотная ПТЗ камера Когда я посмотрел Ценовой разброс Политики Даже тех же Китайских камер Хиквижн Или Дахуа Технологи Именно в ценовом Сегменте Это от 30 до 70 до 80 тысяч И на самом деле Я немножко Офигел Но опять же В каркане Появилась Не совсем Давно Новинка Камера Каркам 2905MP Это поворотная Купольная камера Тоже всепогодная Дальность подсветки До 120 метров Настраиваемая Есть всевозможные Уровни охраны Детекция движения 22-кратный Оптический Зум Очень хорошо Видит в темноте В общем Технические характеристики Опять же Чтобы мне Их Не вспоминать И не ошибиться В описании Под этим видео На самом деле Очень достойная камера За свои 12 990 рублей Прям очень достойная Камера Я считаю Что сетап Стоимостью 13 тысяч Плюс 4 тысяч 17 тысяч Рублей Для камер В принципе С официальной гарантией Более чем достойным Почему ПТЗшная камера Ну потому что Она поворачивается Она крепится На Столб И На хомуты Опять же Если это столб Электрический Сейчас мы об этом Поговорим подробно И у нее Зона действия Может быть Либо настраиваемая В плане Какого-то обхода Потому что Она поддерживает В характеристиках Либо Непосредственно Ты можешь Сегодня смотреть сюда Вечером Смотреть сюда И это Очень удобно Вместо трех камер В принципе Работает одна Почему трех Ну потому что То крепление Которое Точнее Та зона Которая Она крутится Вообще 360 Ну если она будет Крутиться В одну из четырех сторон Она будет Просто смотреть В столб То есть В три стороны Она в любом случае Смотрит Со средним углом Обзора А в четвертую сторону Соответственно Нет А обычные Направленные Цилиндрические камеры Смотрят На столбе Если их положить Точнее поставить Это будет Четыре камеры Здесь заменяют Три камеры То есть Вот такой вот Сетап по камерам Обошедший нам В 17 тысяч рублей Дальше Все Всем этим делом Нужно управлять Управляется Это все То есть Непосредственно Надо настраивать сеть Как это работает То есть Ты подключаешь К интернету Вайфай роутер Должна быть Розетка для Вайфай роутера Далее От вайфай роутера У тебя должен быть Регистратор И от регистратора Должен коммутатор С поэпитанием Но В современном Обществе Есть Видеорегистраторы IP-видеорегистраторы Поддерживающие Поэпитание И такой регистратор У нас есть Было принято решение Опять же Почему? Потому что была акция В официальном магазине Но на всякий случай Ссылочку оставлю В нескольких местах В том числе И в Китае Вот такой вот Видеорегистратор В принципе Главная его особенность Что это Восьмиканальное Поэпитание То есть В принципе На 8 камер Я думаю Что для Частного дома 8 штук Более чем достаточно Не нужно Никаких Дополнительных Коммутаторов Напрямую Подсоединяется К Wi-Fi роутеру В него Напрямую Заводится Питание К камере Не нужно Никаких Дополнительных Розеток Все это Дело Настраивается Причем Настраивается Через определенные Костели Но настраивается И в принципе Все это Дело Работает Чем Отличительно Поэподсеть И вообще Поэпитание Все это Имеет Определенного Рода Ограничения В виде До 100 метров Почему до 100 метров Потому что Как говорится В этой паре Где Происходит Где определенное Количество Жил отвечает За сигнал Определенное Количество Жил отвечает За электричество То есть За фантомное 48 вольтовое Питание Оно теряется Чем дольше Длиннее Соответственно Кабель Тем Оно Его меньше Короче Этого Электрического Электрического Фантомного Соответственно До 100 метров Это все дело Работает Но я не думаю Что у кого-то Там Участки Более 100 метров То есть Надо понимать Что поэ Это вот До 100 метров Потом Это может быть Вот Как бы Вот такое Есть дополнительные То есть Если вы хотите Свыше 100 метров Опрокидывать То это Конечно же Все работает Уже через коммутатор Так как у нас Участок 20 на 40 Даже в пересечении Это будет Не более 60-70 метров Даже если ставить В последующем Какой-то Дальний угол Я думаю Нам такой Регистратор Подходит По настройкам Настройки Своеобразные Надо будет Обращать внимание На определенные Нюансы Сейчас не буду Затягивать И забирать У вас Ваше Личное время При просмотре Этого видео Если будут Вопросы По настройкам Пишите Помогу Расскажу И как говорится Дам определенные Советы То есть Видеорегистратор У нас есть Комплект Видеокамер Есть Речь идет Конечно же О Wi-Fi роутере Какой Wi-Fi роутер Выбрать В 2020 году Слушайте Ну Я прочитав Несколько Десятков статей По этой тематике Пришел к выводу Что скорее всего Нам подойдет Можно выбрать Было Самые дешевые Теплинки Можно выбрать Было Самые навороченные Микротики Но Я взял Нечто среднее С заделом На будущее Объединение Это все В Mesh Сеть И Это Kinetic Extra Стоит он Порядка 5000 рублей Работает в двухдиапазонном Wi-Fi 2.4 5 ГГц Можно объединять Это все дело В определенную Сеть 4 антенны 5 децибел Работа с IPTV Smart TV Превосходное покрытие Wi-Fi Защита от Кибер Дос Очень удобное Приложение Очень удобный Веб-интерфейс Все это Настраивает Справится Даже начинающий В принципе Юзер 4 года Гарантии Обновлений Модульная Wi-Fi Система С бесшовным Покрытием То есть За делом На будущее Здесь вот Все в картинках Отображено За делом На будущее Вы можете Себе действительно Сделать Очень-очень Прикольный Сетап В плане Там Своего дома Гостевой сети Кто в гости Приходит Выделять под них Определенный Трафик Все это дело Контролировать Вы можете Даже контролировать Кто приходит Уходит с дома То есть В свою очередь За 5000 рублей Вы получаете Некий симбиоз Качества По Абсолютно Доступной цене Можно было Повторюсь Заморочиться С микротиками Они конечно же Считаются А-ля Профессиональными Роутерами Но Если честно Не хотелось Заморачиваться Потому что Почитал пару статей Посмотрел пару обзоров Прошивка там То есть Там надо Прям сидеть И настраивать Тут В принципе Справится И ребенок Ну Почти ребенок То есть Вот такой вот Кинетик экстра Роутер Рекомендую Пока что Никаких нареканий Нет Покупалась Официально В ДНС Есть в продажах На Яндекс Маркете Ссылочки тоже На все это оборудование Будет в описании Далее Для того Чтобы это все Дело работало И записывал У нас есть Интернет У нас есть Две камеры Одна из них Заменяет Три То есть Она купольная Поворотная Роботизированная Камера робот Все это Пишется Должно писаться На определенный Носитель информации Это жесткий диск Был выбран Тошиба 2 терабайта L200 L200 моделька Опять же Оптимальная По соотношению Цена Качество Тоже почитал Отзывы В интернете В принципе Никаких моментов Таких Которых Прямо меня Испугали Или еще что-то Опять же В тот бюджет Который был определен Под жесткий диск Он в принципе Попадал Понятно Что чем Больше По объему Жесткий диск Тем больше информации Вы сможете На него записать 2 терабайтов С таким сетапом Информации С Full HD картинкой Будет хватать Примерно Около 2 месяцев Можно настраивать Опять же Все через видеорегистратор Чтобы это было Перезаписываемое Или допустим Он просто останавливал И сообщал вам Что память заполнена Пока решение По этому вопросу Не принято В общем и целом Вот такой вот сетап По видеонаблюдению По подключению интернета Я рекомендую И делюсь своим опытом Который происходит На данном этапе Времени В 2020 году Осенью В Республике Крым То есть Интернет 6000 Дальше все это Оборудование По поводу подключения Вы можете подключить Сами Если у вас есть Инструменты Особых знаний По этому вопросу Не нужно Я имею ввиду Именно физическому Подключению Установки камер На электрические столбы Опять же Предупреждаю вас Что устанавливать Что-то на электрические столбы Без определенного Разрешения Или еще чего-то Нельзя Так как у нас Электрические столбы На данном этапе Еще пока без хоз И даже если вы Что-то на них Устанавливаете Вы не имеете права Сверлить Эти столбы То есть должно Все устанавливаться На хомуты Почему нельзя Сверлить столбы Потому что Потом вам прилетит Ай-яй-яй Вы получите штраф И в общем-то Не очень хорошие Эти все моменты Все устанавливается На хомуты В принципе ПТЗ-шная камера Весит там По-моему 4,5 килограмма Побольше площадку Побольше хомутов Страховочных Эта камера Весит там 1,5-2 килограмма Соответственно Поменьше площадку Тоже среднее количество Хомутов И все Больше ничего Можете делать сами Можете обратиться К организации Которая это сделала Которая вам поможет Я обратился к людям Потому что у меня Во-первых Не было а-лестницы Во-вторых Не было хомутов И ну В общем-то Приобретая все это Проще было заплатить Как бы Если что Ссылочку оставлю В описании Тоже Если вы по месту Ребята работают По всему Крыму Пожалуйста Обращайтесь Как бы Я думаю Что они вам помогут В принципе Очень адекватные люди Это максимально адекватные люди Те которые среагировали Максимально оперативно И выполнили свою работу Очень-очень быстро Да Есть вопросы Там Одна Одну камеру Надо немножко повернуть Сейчас Приедут уже Либо люди с лестницы Либо В последующем С строительными лесами Мы просто поднимемся И немножко Эту площадку Сместим Потому что Уровень горизонта По камерам Он настроен Очень быстро И может быть Где-то Когда закручивались Это немножко сбилось Но Свой функционал Камеры выполняют Как-то так Все это Настраивается Через определенную То есть Если вы работаете С Регистраторами От компании Дахуа То Настраивается Через программу Смарт ПСС Сначала Через веб интерфейс Потом через программу Смарт ПСС Дальше Через фирменное приложение ИМО В принципе Вы контролируете С вашего телефона С вашего компьютера Можете предоставлять доступ Другим Можете приобретать Планы Облачного хранилища По-моему Первый месяц бесплатно Дальше По-моему 5 долларов в месяц Или 7 долларов в месяц Но это доступные деньги Как бы для того Чтобы Вы спали спокойно Я такой же Цетап Рекомендую вам Рассмотрите его Для подключения И Если вы задумываетесь И вот Понимаете Вы когда начинаете Строиться Или у вас в голове Мы хотим Построить дом Или там Мы хотим Купить участок И построить дом Пожалуйста Закладывайте В свой бюджет Необходимую сумму Для видеонаблюдения И делайте это Прямо с первых дней Почему Ну потому что Это от многого Вас застрахует И защитит Я думаю Что это видео Было многим полезно Будет многим полезно Поэтому Прошу вас Поставить лайк Если все таки Считаете что нет Обязательно Влепите 2 дизлайка Напишите свое Своё мнение В комментариях Под этим видео Обязательно Пиши Дональд Дак Если досмотрел До конца Ну и совсем скоро Увидимся Следующим этапом У нас Сейчас я вам расскажу О чем я вам Сейчас расскажу Мы будем выбирать Из чего Наш Из чего будет Строиться Наш дом Мечты Мы поговорим О технологиях Какие есть на рынке Какую выбрали мы И Вот эти все моменты По планировке На участке Расстановке Именно где будет стоять дом Планировки Внутренней планировки Все это будем на схеме Рисовать И показывать И В общем поговорим Об этих моментах О технологиях Какую технологию выбрать Для строительства дома То есть из чего Должен быть сделан дом И все что из этого Вытекает Поэтому совсем скоро Увидимся Всего доброго Пока Пока-пока